Нет, садись, садись, до свидания. Благослови нас на занятия по Слову Твоему Святому, по этим небесным словам Твоему, Господи. Даруй нам, чтобы душа наша приняла эти слова и тело и руки все исполнили. Помоги, Господи, дочтись с Царства Твоей небесного. Помоги, спаси и помилуй. Слава Тебе, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. У нас 26-я года. 21-я глава. 21-я? Да. Другая книга что-то? А, нет, 22-я глава. Закончили эту главу. 21-я. Начали с 22-го. 22-я глава. Евангелие от Матфея. 8-й, 10-й. 8-й, 10-й стихи. Другая книга, да, это? Давай тура, да? Я не знаю, откуда эта взялась. Откуда это? Что это прибрать? Ну, конечно, это новая. Тогда говорит он рабам своим. Брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и мрачный пир наполнился воздлежащими. Толкование блаженного филакта. Так как первые рабы, Моисей с сотрудниками и пророки, не убедили иудеев, то посылаются других рабов, посылают апостолов, которые призвали язычников, не ходящих по истинному пути, но разошедшихся в разные стороны и блуждающих по распутьям. Ибо они и сами между собой были несогласны. И те худые учения, которые учили, содержали не все равно, а одни так, другие иначе. Итак, вышедшие из Иерусалима к язычникам апостолы собрали всех злых и добрых, то есть как людей, исполненных всякого зла, так и менее порочных, которые называются добрыми по сравнению. По мнению с другими. Вопросы есть? Есть. Ну, как вот здесь написано, из злых и добрых называть, а в другом месте идите и изведывайте, кто достоин, то есть злых как бы отсевают, если он не достоин, в том доме оставайтесь, как вот эти два места согласовать. Когда считаешь Слово Божие, а потом ты стараешься жить по этому, Бог открывает тогда. И всегда мысль приходит, ну как же так, Бог сказал, веру дал. Я верю, что будет страшно, если вот нас мать доложила это в детстве, что будет огонь, будет страшно, пионеры нельзя. И вот это так держали, мы как огня боялись, пионеры, комсомолы. А на мать ничего не могла больше сказать. Слово Евангелие, Библия не слыхали даже. Нельзя и будет суд. Вот это все, что мы узнали от матери. И это привело, наконец, к Евангелию, к вере. И дальше это сохранилось и на сегодняшний день. Если Бог сказал, идите по всему миру и пропадайте Евангелие всей твари, ну ты как угодно толкуй. Но почему ты решил, что кто-то должен идти, а не ты? Радостная вещь, да, радостная. Ну вот мы видим, куда христиане дошли, там до Болгарии, вера христианская. Андрей, апостол, дошел, говорят, до Киевских гор, христианская. Почему не пошли в Иран, в Ирак и везде? Это все православные были бы. Потому что где были проповедники, фактически везде все обратились. Даже бывает у татар и какой-то район один, а христианские православные. А почему? А до них проповедник дошел, в другом районе не было, весь район православный. Это сидеть, тогда на одном месте придумать монастыри, устав, это же не было по Евангелию. Теперь откровение, все откровение такое, сделай монастырь. Я начал подбирать тогда, это все исследуйте писание. Что значит исследуйте? Вот видение было, Павел, видение было какое? Приди и помоги нам, то есть речь это проповеди. Приди к нам, он пошел в Македонию, ну в Югославию, и человек явился. Мы македонянин, во сне убили, ну человек, видно, китайцы там или русские, отличаются. И он заключил, что Господь призывает. Что можно сделать из-за того, что явилась икона? Это сплошь и рядом, икона явилась, явилась на кусту, висит она, икона. А дальше уже идут, проверить нельзя, икона сама снялась, разговаривает, иди за мной. И дальше по иконам, по воздуху он зашел, она остановилась, и там икона. Значит, здесь надо монастырь заложить. Здесь надо сделать отправную точку антиевангельскую. Чтобы если люди бывают ревностными, они ревностные монахи. Вот их как-то выбрать отсюда, заключить отсюда, чтобы здесь и умерли, не давая потомство. Но слова-то Божьи остались. Идите, идите. Ну идите нельзя так вот, я сел на скамейку, идите со скамейки, я никуда не уйду. Куда я уйду? Или стоят там перед иконами, идите. Никто нельзя. И главное, и проповедуйте, проповедовать нет. Молчание. Дороже золота. А там егороды бывают, зачем тебе золото какое-то? Молчать, учись, и все. Молчание дороже золота. И вот это, наработали этого золота столько, что не вмещается уже во весь мир. Посмотри, что молодежь делает. Какой разврат идет. Я никогда не думал, что в одно место можно нагнать столько, вот сейчас рулетка. Это даже высказать нельзя. Такая мерзость. И все православное. Ни одного баптиста нет. Один дотулся на меня, ему дети показали. И на меня сразу попался. Так он там закрещал, и говорит, тихо, в Америке, мы когда-то здесь были, в России. И он, я говорю, подожди, хоть что-то скажу, не могу. Он восклицает и восклицает. Это что значит? Встреча с людьми. И Павел продолжил слово. За полночь ефтих свалился. Ефтихе уже не нужно на полу лежит. Чего ефтихе сидел-то спал-то? Ну, юноша. Ну, ладно. А другой-то ефтихе бывает и не юноша. Тоже со сном. И Павел рассказывает до утра. А если не было нигде, а мы молились, там видение было. Все. Все видения, которые были, ни одного видения, а это 1173 биографии, жития. Ни одного не было, что ты идей, говори, как Павлу было. Почему вдруг Христос говорит, а вчера, сегодня и вовеки тот же? Он не меняется, Христос? Не так, что он пришел в Россию, ладно. Ну, по-русски будем тогда, гуляй, рубаха. Все. Завтра, что мне не думай. Он везде один и тот же. Один. И мы должны смотреть на этот образ и брать на себя. Ну, как можно взять, когда он стоит у двери и стучит. Кому монахи постучали? Обмануть, когда нужно, да? И вот считаешь, это прямо в житие написано. Он верующий. В монастырь именем все отдает. Пошел молиться, вот там монах прилагунился. И начинаете ей доказывать. В монастыре здорово так. А она уже готовая. И он ей доказывает. А как вы службу ведете? Проповед нету. А служба такая. Мы говорим, то ли на небе, то ли на земле. Я хочу. А как? Мужской монастырь. Сиди оденься. Косу обрежь. Все-таки. Одень там, ты видишь, как мужчина же поделается. Что-то возьмет, тыковки какие-то за женщину и поймали шпиона. В интернете показывает. И вот она пришла. А что у тебя это уши-то проколоты? Ну, вот у меня родители, другой случай, любили, так это все. А я сама вот это. А где родители? Никого нету, я такая одна. А отец в храме пришел домой. Ни записки, ни приписки. Куда? В храм? Говорит, не была она сегодня на службу. Она всегда была. В соседнем, в монастыре. Она стоять это и не знает. Она прищищается, как Евгений. А она Евгения на самом деле. И монахи все с подозрением. То ли запах от нее идет какой-то. Где-то работать надо на огороде. Они на нее. Что-то ты красивый такой-то. Ну, меня родители так любили. Я один-один. Врет на прополую. А прищищается-то по другим именем. И она уже видит, что отец стою прямо в монастыре. Он приходит. Он говорит, у нас тут есть один отшельник. Никого не принимает. Ну, я поговорю, может, примет. Он говорит, разговаривает только через пополок. Там висит ширма. И он пришел. Голос-то измененный уже был. И оттуда говорит. Ты ищи небесного. Ну, и все так говорит. У него у нас сердце. А сердце что-то подсказывает больше. Отец-то не может догадаться. Он пришел. Говорит, первый раз слезы высохли. Ой, как говорил. А можно я еще раз приду? Раз за разом приходит. Ну, она отдельно там еще на себя накладывает. И опять ей женихи снятся. Это другой случай где-то. И она там ее целый рыцарь ворует там где-то. И она теперь что, булыжики несет. Вот, залой все засыпает и лежит. Как женщина-то интересно. Чем же она тогда привлекала? А все уже. Вот, ну, наши там и в день. Вот она теперь все поплыла. И смотрят, ей подражают. Настоятельница не пила, не ела 40 дней. А она уже рекорд подходит 39. Скажите, хватит. Она подпирает ее уже. Ну, как у пожарных-то. Спать. Один пришел, устраивается на работу у пожарников. И спит 24 часа. Он говорит, будите, он под меня клинья бьет. Начальник-то. Если хотя бы по 25, он уже 25 прошел. И это так же самое. И ее там оттуда вызвали. И опять она нормально все. А потом, как я, видимо, рыцари ночнее придут, воруют. И она встанет, стоит, три дня руки не опускает. Ты часа постой, ты у тебя гири повиснут вот здесь. И вот как она билась. И все. Ну, все это, ну, ни одного слова евангельского нет. Вот современный священник говорит, Мария египетская как образец. Кому? Обратная греху. Мария египетская. Вот она была там женщиной легкого поведения. Она потому и ушла от мира, чтобы ее туда не тянуло во все эти грехи. Это не добродетель, обратная греху. Ну, почему Христос не сказал? Говорили, если бы был пророк, он бы знал, что это за женщина прикасается к ногам его-то. И он ей сказал, иди в предние греши. Не сказал, иди в пустыню-то. Ну, бесноватый падал, пену пускал тут все. Господь исцелил его. И исцелил. Я пойду с тобой, говорит, иди домашнее вознести. Так он домой не пошел, пошел по всему городу, говорит, уже проповедник. А может и миссионер. Это Евангелие я говорю? Про Евангелие. Ничего у нас нет евангельского. Мы стоим только столбами. Ну, ладно, если у тебя душа там. А ведь этого нету. И вот смотри, все разрушено. Россия под революцию подошла. Все. Ну, теперь-то можно одуматься. Ну, дайте проповедников. Нет. Служба монастыря, капельцы, календари он батюшка приносит каждый год. Когда что поесть. Все берется слухом. Вера отслышана. Слухом. А монах Толя Неграмовна прочитал. Все берется брюхом. И вот теперь начинает. Когда масло, когда без масла. Когда вина выпить можно, когда не брать. И когда икру съесть, а рыбу подождать до следующего дня. Это надо так искусственно все это. Это явно дело, что талантливые люди. Они религиозно талантливые по чреву. А тебе... Все нравится все. Потому что я один из них. Мне нравится это. Как только икру, если нету. Вот Валентина Арефьевна, баночку эту отраву прижрет. Вот. Его мамушка. Вот какое дело. Я вот считаю дальше. Мне это ничего не то, что открыто. Я знал, что проповедь надо. Но именно такой глубины, я размышляю, на меня-то нападают в этом. Я говорю, по слову Божьей, давайте меня судите. Найдите хоть в одном месте, чтобы Господь сказал, в затвор уйди. Один. Один случай, я буду понимать. Вот притча. Вышел сеять и сеять. Там виноградник. Все притчи разбери. Ни одной притчи нет, что ничего не делать сидеть. Нет этого, нет. Ну, знаете, Хачин, нет, конечно, такой притчи. Но, видимо, она, может быть, чувствовала, что ей уже не спастись в миру. Она погрязает во грехах. Потому она ушла в пустыню. Ну, немощь человеческая. Еще есть зоофилы. И в пустыне... Нет. Она так. Ну, почему она не пошла в мир водить, у кого ребятишек много? Она не могла. Ну, еще она не могла. Откуда? Она знает, что да, такая-то открылась сразу. Да, это она грешила в сладость. А теперь горесть. Ну, и теперь другим расскажи. А Мария Мадалинка, семь бесов изданных. Какие же они были страшные. И вдруг выше. И она везде бежит первая туда. Почему она ко Христу не пошла? Мария египетская, она засибу встретила. И она от него убегает голая. Отстань от меня. А он кое-как, тогда бросил одежду, отвернулся, она оделась и сказала. Теперь она ему рассказала. Так он вернулся, никому не говорит. Сокровище нашел. Такое сокровище. Столько золота там у ней. Вот, понимаешь, даже высказать нельзя. И он молчал. И потом что-то кто-то добавлял уже через 200 лет. Все сказки и басни. Почему нас не трогает Слово Божие? Первое в раю. Прах ты и в прах возвратишься. Прах. Что это такое? Земля. Это земля. Откуда там взяли такое? Резать от человека ногу, руку, голову. Очередь длинная. Это некрофила называется. Я не против. И ты поклонишься, поклонюсь. Я православный придурок. Такой же. Я хотел еще добавить, Галю. Ну, вот это, ладно, Мария египетская. Поставим ее. Но ее все знают, да? Ну да. А вот теперь гляди. Скажи, кто знает Андрея Стратилата? Да, я не знаю. Ну, кто знает Андрея Стратилата? Что он сделал? Андрей Стратилата. Ну, если Стратилат, то, наверное, военачальник. Греческое слово. Прости, я не начала глазами покрутить. Что-то она где-то не приходит. К этому еще Андрею Стратилату, вы не просто его имя, ну, как, должны знать. Вы должны знать, что с ним мученически погибли еще 2596 воинов. И они такие же, как он. 2596. Почти 2000, почти 3000 народу с ним рядом. И их никто не знает. Войны отменные написано. Да. А про войну-то у нас как любят. Так про него там, вот то, что там написано просто в «Житие святых», еще фантазии добавить. Там можно целый сериал снять еще не в один сезон про этих ребят. Я точно говорю. И будет интересно. Они бились с персами, защищая Византийскую республику. Вот какие они были, ребята, суровые. Это Рим этот защищали они. И чем прославились? Да никто ничего не знает. А вот кого нужно было прославлять в первую очередь. Потому что они именно по своим грехам и у Бога попросили воздаяния. Почему? Они убивали за эту республику. Андрей Стратилат, их всех. Это все его воины были. Полковник. Он был христианин. И видя, что тяжелое положение, персов 30 тысяч, их всего 10. Он им говорит, мы этих персов тогда разобьем, если уверуем во Христа, попросим у него защиты. Они, ну давай посмотрим. Они неверующие все, язычники. Просят защиты, начинают биться. Персов всех перепластали. Ну их там мало, конечно, уже осталось самих. Ну и что теперь дальше-то нам делать? Он говорит, а теперь дальше все, слагаем оружие и нам воевать нельзя. Потому что мы же Христос, Христос, вот кто такой, рассказывает им о Христе. И они, ну действительно, без него. Но если так, то все. А христиан вообще нету. Все. Мы, значит, христиане, мы никого убивать не должны. А что делать-то теперь? Ну как что делать? Теперь пойдем жить просто и все. И в этот момент император узнал, какие они плохие, 10-тысячную армию посылает, чтобы их убили. И вот они уже и там от них ушли. И там. Ну, ребята, ветераны, что там говорить. А эти преследовали их, преследовали. И потом уже зашли, они в одну долину посмотрел. Андрей Стратилатик говорит, ну как, братья? Хорошее место для того, чтобы пристать пред Господом. В ущелье зашли, выхода нету. Да, говорит, хорошее. Ну и все. И вот они, говорит, эти доблестные воины, говорит, которые там ветераны в боях. Все сложили свое вооружение. Встали на колени и ждут. И эти заходят в это ущелье воины. И, говорит, падали их головы, яко листья увядшие дерево. Селев пришел за ними, Селев, начальник. Вот, вот, о ком надо знать-то. Вот они, гляди, вот, 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 вот нашей армии, гвардии национальной, Путину рассказать все это. Да как, в первую очередь им сказали. Ой, патриарх, ты что, с дуба, что ли, рухнул? Это у нас сейчас кто будет, никто не будет воевать, мы-то христиане, по идее. Я, гляди, крест во все пузо. Большой крест получается. Ну да, огромные приставки. Во какой христианин я, Путин. Я только что про эти кинжалилы рассказываю, как они будут долбить этих американцев, когда мы будем умирать доблестно. В рай пойдем. А ты мне говоришь, что мы не должны это делать, что ли? Раз ты уверовал во Христа, все, успокойся. Погладь лысинку и успокойся. Все, дядя Вова, все, все, Володенька, все, ниже, ниже, Христос над тобой. А то мы, мы, раздувается все больше и больше. Тут еще вот что сказать, что первые века христиане, вот эти, обратились в воины. А так было это дело. Настроили на то, что мученик. А были люди по-настоящему, как оригин, те поучали так. Вот обратились-то. Сколько надо? 2500. Так, ребята, по двое, в разные стороны. Ну да. Товарищ Ульянов учил, по двое и в разные стороны. Не было тогда Ульянова. Ну, и Юлиан был. И Юлиан был. И вот такое дело. И вот дальше-то уже пошло бы. Представь, полторы тысячи почти проповедников, миссионерских тубар. Сколько бы они сделали-то? Ох, сколько. Тем более в Персии уже. Куда дальше-то? Вот в этом пример может дать нам Афанасий Александрийский, диакон. Никто не знал, какое сокровище. Епископ один за другим подписывается. Я за то, что Христос первое творение. За Ария везде. Наконец-то ему попросил слово. Епископы тут сидят, он попросил слово. Можем мне сказать? Ну, а еще скажут, что ни образования-то нет. Ну, я по-простому спрошу. Ария? А вот когда говорят об еретиках, у него глаза на выпучку у еретиках. Язык свешился до полу. Всякое. Ну, еретик, как его описать, как Гитлер сорисует, какие у него глаза. Ему штык в задницу там. Сухорубкинкий. А он прорвал этот плакат и лезет в Советский Союз-то. А здесь не так. Когда о баре говорят, он был весьма импозантный. То есть он выглядел такой благочестивый. Сокого роста. А баре нигде ни разу не говорят, что он какой-то был чушка. И они подписались под ухо. А он тогда вышел и говорит, а диаком всего, Арий, можешь слово сказать? Да, скажи, дорогой, а тебя кто будет судить? На страшном свете. Христос или, ну, как написано, хоть и написано, там главы стих не было, но назовем 12.48 в Ангеле Теана. Так, а как он может судить, если он не Бог? Ну, люди простые понимали, как можно прощать грехи, которые только один Бог может прощать. Следующий, стоит епископ, я тоже дезвоюрую, подпись той стираю, а некоторые еще и даже хитрили. Там впереди 10 епископов, а одному, когда он понял, подписывай политическую, подвертись. Уберите, а это кто? Милетик. Ну, ниже меня. Это отменение талантно. Сначала уберите их, я первый должен быть. Они стерлены, говорят, теперь пью грамм, никого нету, я их теперь пью. То есть, мудрее ли будет здоров, как? Здорово. Это в жизни я написано. Вот он знает, арианин один бьется, ну хорошо доказывает. А и прям серен-то не знает, как пришел к бабке и говорит, а где хозяин, а знаете, что он в командировке. А у него книги дома, но где быть дома? Да мы друзья близкие, мне там книга его толстая нужна, по которой он беседует. Ты принеси мне ее. Я ее принесу, за дня два подержу и вернусь. А сам уже ведро клею приготовил. И каждую страницу промазал, слепил ее. Принес, а бабка, она и бабка. Ее она положила. Когда начался диспут, за книгу раз, а там вместо бумаги кирпич слеплась. И эта бодрость божественная. Солгал, главное. Ну где это написано так, чтобы обманом? И вот нужно было делать, и как надо думать все это? А девчонку, которая в монастыре жила, уговаривали. И вот уже отец пришел, уже что-то прочувствовал. А ее там уже все замаскировали. Да ушла же, она ушла, домой к вам отправили. Все, отец пошел, а ее тут быстрее, быстрее. Ведь монашество что приняло? 9 лет, девчонки. Я думаю, что Дмитрий Ростовский был прекрасный талант и фантазер. Много написал. Нету никаких данных. Вообще они похожи, жития. И очень хорошо, что он оставил. Теперь на него ссылаемся, как на истину. Было, Дмитрий сказал. Все на этом. Точка. И поэтому на меня нападают они, а они внутри чувствуют. Это что-то не то. Ну хоть где заходи. Я когда-то сказал в книгах. Я иногда сказал, спорить не буду. Он, Игнатий, кощунствует над мощами. Как? Все говорят. Он наоборот говорит, с великой честью собрать. С патриархом. В храме Христа Спасителя. С песнопениями ангельскими. Захороните. Написано в прах, ты в прах. Вы это-то куда денете? А Елисей? А Елисея коснулся и там воскрес. Я говорю, скажи, Елисей после этого сколько был? Тут. Почему никто не воскрес? Почему паломников не было? Почему они руку много не отрезали? У трупа-то. Ой, как вы трупом называете? Явно, что не уважаете. Я говорю, а как я должен назвать? Мощи. А что такое мощи? Открой. А там написано, труп всякого человека. Труп. Где труп, там соберутся орлы. А я говорю, а вы в Библии-то верите? Ну, конечно. А смотри, говорит, и убьет двух пророков, с неба сойдут, Иноха, Илья, и трупы и бросят на улицы города. Так написано. Трупы, да? А почему не мощи? Я говорю, считаю, как написано. А далее, говорит, где Христос? Где труп, там орлы. Труп облазан Христос. Все, заглохли. А где мощи Елисея, не знаешь? При Лиане было. Изъяли их и сожгли. Чтоб люди не дурили. Вот как дело-то. Мы сами поводили к этому. Не хуштанов понаделали? Я на крестителя. У одних голова, у других руки. Один начал исследовать. И оказалось, это четыре или пять голов, его и двадцать четыре руки. Когда собрали... Если у него двадцать четыре руки, то он не Кришна. И не Равана. Это все реально. Один грех тянет с собой целую визанку. Похоронили, поблагодарили, записали, подражайте ему. Вот, больше ничего не надо. А я кощунствую. А как? Я монашество не произною. Смотри на меня. Я говорю, монашество признают двумя руками за него. Но не в таком виде. Мона один. Монолитное здание. То есть, слитое оно, без кирпичей. Мона, он один. Один, одна жена о ком заботится? Как угодить? Мона. И в скобочках, и никогда ему не угодишь. А муж, как... Я тебе говорил, там, можно везде поставить. Одинокий заботится, как угодить Господу. А женатый заботится, как угодить жене, в скобочках, и никогда не угодишь. Аминь. Да, да. На мой вопрос... Не ответили. Ушли, ушли этот ответ. Невнимательно надо слушать. Ну, давай, что там, ты не понял. А ты повтори вопрос. Уже забыли. Далеко ушли, Серега. Так. Брачный пир. А, ну ты, короче говоря, слышал звон и не знаешь, где он. Разговор, который ты сказал последний, относится к Новому Завету. К Новому Завету. К верующим, к верующим иудеям, которые там сидят. А это относится к язычникам, еще вдобавок ко всему. И разговор идет злые и добрые, конкретно о язычниках. То есть, есть злые язычники, есть добрые. К примеру, вот Магеллан. Он попал там на один остров, плыл, плыл, все с ним хорошо было. Уже все, кругосветное путешествие к концу подходило уже. И вдруг попадает на такой остров, где там этот лапу-лапу у них, вось. Он очень злобный оказался. Ну и все. Он не хотел своих женщин отдавать этим белым. И начали они воевать. И что, и Магеллана победили. Раздолбали его в пух и прах. А остальные были добрые. Они так отдались на милость победителям. Забирайте все, что у нас есть. Вот такие были язычники добрые и злые, как говорится здесь. А то, что ты говоришь о тех людях, они были конкретно верующие люди. Забирайте. 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 Ну и сидит там одна в учебке, а университет-то. И написано, полная гибель дела, которое делал человек. Как его назвать? Вторая буква, или шесть букв. Она сразу пи, ого, да не может быть. Она тогда спрашивает кандидата на УКТА. Посмотрела, только центральная газета, и тут матерок такой. Да как же так-то? Следующий доктор, богословий, пилолог, зашла. Тамара Васильевна, а как вы думаете, вот на шесть букв, и вторая буква, и это крах всех надежды человека. Как она? Да не может быть. Да как же так-то? Ну забегает какая-то лаборантка. Томочка, обожди. А вот что это такое-то? А вот это фиаско. У тебя глаза вот такие. Фиаско. А они по мирским-то меркам что слышат вокруг, и оно на первом месте. Нам не надо так. Вопрос задан сразу в библейский текст. А как оно выглядит? Нет? Отметаю. Нет? Второй вопрос. Что каноны говорят? Что говорят жития? Что говорят святые отцы? Сейчас не хотят знать ничего этого. И вот если мне придется на этой неделе встречаться, я это все поднимать буду. Это надо будет молиться. Сергей, ты готов будь. Я тебя сразу позову с собой. На телевидении. Своих собак этих бросишь. Тут тебе сгодится. Снимать будешь и молиться. Ну знаешь, что с ними сделать. Это непростое, если заранее с Москвы договорились на телевидении снимать. Явное дело. Он заморозит только. Ну пошли дальше. Кстати, кругосоветное путешествие Магеллана закончилось в 1521 году. А Колумб чем от Магеллана отличался? А? Колумб чем отличался от этого Магеллана? Кто знает? Колумб. Америку кто открыл? Магелланом и Колумб? Колумб. Ооо. В каком году? Запоминайте. В 1492. За 30 лет до кругосоветного путешествия Магеллана. Все это было. Итак, продолжаем. 11-14 стихи. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных. Такие слова страшные. Итак, блаженный феофилакт, толкование на сии слова евангельские. Пришествие на брак бывает без различия, Ибо все мы, добрые и злые, призваны одной благодатью. Но потом жизнь вошедших подлежит истязанию, и великому истязанию, Если по вступлению в веру обрящимся остверненными. Ужаснемся же, помышляя, что если у кого нет жизни чистой, Тому нисколько не пользуется одна вера. И тот не только отвергается от брака, но и посылается в огонь. Кто же носит скверные одежды, как не тот, кто не облегся в одежду щедрот благости и братолюбия? А много таких, которые, обольщаясь тщетною надеждою, Думают получить Царствие Небесное, И, думая о себе много, причисляют себя к лику возлежащих. Производя суд над онными недостойными, Господь показывает, во-первых, то, что он человеколюбив, А потом, что и мы никогда не должны осуждать, Хотя бы явно кто грешил, доколе согрешающий не обличиться судом. Слова Господа к слугам или карающим ангелам, Свяжите ему руки и ноги, Научают, что мы можем действовать только в настоящем веке, А в будущем связуются все деятельные силы души, И нельзя уже совершить что-либо доброе в очищении грехов. «Крежет зубов» означает бесполезное раскаяние на том свете. Бог призывает всех, но мало избранных, Ибо мало спасаемых и достойных избрания Божия. Призывание зависит от одного Бога, А быть избранным зависит и от нас. Этим показывает Господь, что сия притча сказана была против иудеев, Которые хотя были призваны, но как непослушные, не избраны. Вот конкретно против иудеев. Тут надо вот различать, когда вот брат задавал вопрос, Тут надо различия иметь. То есть, к кому слова эти обращались? Иногда Господь говорит вообще ко всем, И к язычникам, и к иудеям. Иногда только к верующим, только к иудеям. Как Господь говорит? Я призван призвать погибших овец дома Израилева. А потом пошел в тир, и там уже проповедуют язычникам. То есть, такие различия надо очень внимательными быть. Вот здесь, видите, толкование говорит конкретно о людях, Которые называли себя верующими, как иудеи. Помните, этот искупление фильм, Когда стоит Иуда, этот проповедник уже, И видел, как Христа казнили, слышал о его проповеди. И он рассказывает о том, как Господь открыл двери всем Войти в Царство Небесное. А там Захария такой стоит и такой, Да ну мы это понимаем, но мы-то дети Авраама. Мы разделились уже, мы народ Божий. А он говорит, те избранные, кого Господь избрал-то. Как вы не понимаете-то это? То есть, до конца нужно все исполнить, что есть. А он, ну а мы же родились, и вот, значит, мы все, все святые. Нет, подожди. Вот, ты так себя считаешь, так вот тебе что будет, Раз ты себя таким считаешь, Говоришь, что святотатствуете, А сам в этот момент оскверняешься. Ну, это апостол Павел про них говорит. Говоришь, что там прерубодействует, А сам блудишь с богами чужими. Ну, как вот у нас сейчас идет в церкви, один к одному все. На других воду льют, грязь льют, прям помоями, ушатыми. А у самих-то ничего нету. Ну, ничего нету вообще. В семинарии-то учат не людей, а волков каких-то. Даже, я даже, я даже когда говорю слово волк, И представляю волка, и мне становится, да каких волков. Волк это милое животное, ангел, по сравнению с теми, кто там. Как они, я не буду говорить на меня, на Игнатия Тихоныча. Вот такие пацанята, вот такие, ну вот такой, чуть побольше подросший. Пятнадцать, там сколько, семнадцать лет, на Игнатия Тихоныча. Стоит, прыгает такой петушок. Что-то там, сектант, сектант. И застереть. Хаттабочка еще. Да, там. А другой такой стоит, спокойный такой. И я, это, они на меня там нападают все. Я говорю, ну, глядите, вот товарищ у вас стоит такой спокойный, нормально. Вот с ним, видать, можно беседовать. Он такой, раз, глаза поднимает на меня и говорит, А что вы с ним разговариваете? Давайте, я ему в морду сейчас как дам. Я такой, ну вот это, можно сказать, вот это научение у вас. Даже сказать нечего, представьте. Все просто. Ну и как? И надо ли вот наших ребят отдавать в эти семинарии? Какой смысл? Это кто там вырастет-то? Ему что там сидеть, биться с ними? Так, ну что, дальше идем? Скажете нам что ли? Если вопросов-то нету, да. Ну, какой вопрос есть у вас? А столько вопросов здесь. Слежите по рукам и ногам. То есть, ноги означают входить, уже никуда не пойдешь. Я согласен идти благовествовать. Нет, брат, все. И мне милости не подать, руки связаны. Доигрался. Очень многие говорят, девчонка одна, ну лет может 15. А я сатанистка. Я сатанистка. Я ей не успел даже сказать, она исчезла. Я говорю, да, вонку, что ты умирать-то будешь, кто тебя понесет куда? Кстати, хотел еще сказать, а вот у нас были брат и сестра с детьми-то, и они не стали ходить. А ведь это все началось после того, как он пошел в семинарию, а жена его потянулась, она же там начала учиться на ревеншер. И они поучились уже много, он там на третьем курсе уже, на четвертый сейчас перешел. А она там уже заканчивала как раз, да, по-моему? А у нас играется. Вот, я про эти книги говорю. Куда? И брат у нас начал, вот у нас брат туда пошел. Ему задали только один вопрос, он на него сразу задал, ему встречные... Прервалась? Задал им встречные вопросы, и все, а как, говорит, с войной быть? Христос сказал, не убей. А, так ты это, ты кто такой вообще, откуда ты? И все, иди. А что ты пришел туда? А брату Виктора спросили, сколько таинств в церкви? Он говорит, семь. Ну, перечислил, но перечислил. Они говорят, а где монашество? Он говорит, так это не тайна. Что? Для вас монашество не таинство? Для вас? А для кого это таинство? Он говорит, ну я не стал спорить, мне батюшка запретил с ними спорить там и так далее. И пошел туда. Пошел, и потом он там эти бедные два года еле-еле уже не знал, куда деваться. Не смог душой покривить. Вот тема семинария, кого выпускают. Разве можно выпустить человека верующего? Тем более пастыря Божьего. Как только избранное сосуд должен быть. Избранный. Как нам хорошо с батюшкой нашим? Поговорить можно, побеседовать. Все. Натурально избранный сосуд. Дело случая просто. Вот Игнатий Тихонович мог бы быть избранным сосудом. Нет. Господь не стал его избирать на это поприще. Оставил его на поприще благовестия. Сейчас бы вот... Где Игнатий Тихонович? Да где? Отпевает там Марку Степану какую-нибудь. Все? Нету? Кто бы у нас тут вел занятие? А кто бы благовестовал? Кто бы нам рассказывал о благовестии? А кто сегодня будет везти? А он Игнатий Тихонович звонит. Говорит. Так. Сегодня у меня там освещение домов. Там в 10 этажке. В 27 этажке. Еще надо 5 машин осветить. 2 Лексуса и 2 Крузака. Так что давайте вы там сами. А ребята? Нет? Ну что? Я не смешной же даже рассказываю. Правильно? Это же обыкновенно. Так же священники работают. И что? А где мы с вами? Где мы? Ну кому-то уже интересно вот слушать Слово Божие. А ведь вы дайте любой вашей подруге там, как вы их называете, или там сокурснице, любого, и почитать вот это вот. А они не выдержат двухстрочность и скажут, что это за галиматья. Или попробуйте сказать, пойдем Библию почитаем. И что вы услышите в ответ? Что такое Библия? Что такое Библия? Что такое Библия? Хотя вы это, слава Богу, это услышите. Меня дураком называли. Хотя казались лучшие друзья. Но только подругами не называйте. Да, другами подругами не спешите никого назвать, чтобы потом локоточки не кусать. Матфея, 22 глава, 15-17 стихи. Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах, и посылают к нему учеников своих с радианами, говоря, Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божие учишь. И не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет? Иродиане были или воины Иродовы, или те люди, которые признавали Ирода Христом. С большой буквы Христом. По елику Ирод воцарился тогда, когда уже оскудели князья от Иуды. Бытие, 49 глава, 10 стих говорит об этом. Пророчество Якова. То они думали, что он Христос. С ними-то и идут фарисеи для уловления Христа. И вот так начинают разговор с ним. И дальше, 18-22 стихи, продолжение. Но Иисус, видя лукавство, их сказал, что искушаете меня, лицемеры, покажите мне монету, которую платится подать. Они принесли ему динарии. И говорит им, чье это изображение и надпись, говорят ему, кесаревы. Тогда говорит им, итак, отдавайте кесарева кесарю, а Божия Богу. Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. Толкование. В надежде шмягчить и надмить его похвалами, они льстят ему, дабы он в надмении сказал, не должен давать дань кесарю. И чтобы вследствие всего уловить его, как бунтовщика, возмущающего народ против кесаря. Для того, привезли с собою и Иродиан, привернувшего царя, чтобы они схватили его, как мятежника. Не смотришь на лице, сказали они. То есть, ты, конечно, не скажешь ничего из угодливости Пилату или Ироду. Но Иисус с самим изображением кесаря на монете вразумляет их, что кесарю должно отдавать принадлежащее ему, то есть, носящее его изображение. И что в житейских отношениях и во внешних делах должно подчиняться царю, а во внутренних и духовных – Богу. Итак, вопрос к каждому. Кому ты служишь? Служишь кесарю или Богу? Стараюсь Богу. Так и кесарю надо угодить. Я писала, кесарю надо угодить. Душа, которая... Интересно, когда они подходили и несли монету Господу. Написано же, они принесли ему, то есть, у них с собой не было такой монеты, которой подать подается. То есть, они где-то нашли ее, принесли, динарии. Неужели они не понимали, как сейчас будут посрамлены? А ведь ничего не понимали. Все, побыстрее, побыстрее. Давайте тащите, наконец-то мы поймали его. Пыхтят там, бегут. Прибежали. Вот она монетка. А вот вам и ответка. И написано, и ушли, как побитые собаки. Вот недаром же столько людей потом кричали, сначала распни Господа, а еще будет вход Господень в Иерусалим. Сколько людей приветствовали. Как говорится, на интуиции люди жили. По интуиции смотрели, как говорили. А как он так говорит, власть не имеющий, нигде не учился. И он же отвечает, как власть имеющий. То есть у них всегда это было. И народ собирался. А как он исцеляет? И говорят, он плохой, а он исцеляет. Вот такое отношение и к нашей общине, и к батюшке нашему, и к Инатию Тихоновичу в интернете я смотрю. Именно такое отношение. Вот общее изумление люди понимают. Они как останавливаются перед этой для них непостижимой преградой духовной. Смотрят туда, вглядываются, вглядываются. И потом некоторые делают выводы неправильно. Но не все, конечно, не все. Очень много благословений, много, очень много благословений. И благодарят и так далее. Есть просто вопросы задают. Но больше благодарят, конечно, люди. Понимая, что такого они больше никогда нигде не услышат. Этого и нету нигде. Чтобы так человек открыто, прямо говорил обо всем. Почему? Это говорит о том, что никто над этим человеком не властен. Только Бог. Бог и Слово Его. Вот Слово Божие. И по Нему получают ответы. Я помню Никита, когда был, где-то он приехал у нас в 16-м году. Никита. Да, в 15-м приехал. И где-то, наверное, в 17-м или в конце 16-го года мы с ним работали. И он как-то начали говорить. Никита Колесников. Он в 15-м приехал. Да, в 15-м. Где-то в году 16-м или в 17-м даже. И он мне говорит, Игорь Владимирович, я вот, было последнее занятие, и я только на этом последнем занятии начал понимать, о чем там говорите вы. То есть, два года прошло, человек сидел тут на занятиях постоянно. Он очень молча сидел, все слушал. Да, и видно было, что он хочет уразуметь, о чем мы здесь говорим. О чем мы вещаем. Иногда кажется, что вообще не о том разговор идет. А уголь идет именно о том, о чем надо. Многие люди этого не понимают. Для них это стена, конечно, и преграда духовная. А почему? Потому что не было того научения, которое прошли мы перед этим. У нас перед этим было хорошее научение на занятиях в университете. Очень были прекрасные занятия. Игнат Тихонович там заложил столько всего. Жаль, что тогда не было съемок. Только малое-малое количество там зацепили съемки. Но остались аудиозаписи. Ну, как бы это не в подсчете. Кто-то когда-то это обработает. Может быть, из малышей-кратышей, может, из братьев. У меня и будет жарить в питу. Почему в питу? Потому что наоборот, бывает, кожа толстая, не прокосит. Почему? Ахиллеса тоже в питу стрелой почему-то написано. Это пятка жесткая. Толкование есть какое-то? Конечно, есть. Какое, скажите? Да ты не знаешь, что это толкование. Я думал, сейчас мы все наперебой клонимся. Спасибо. Ну что, говорит вот Людмила Степана. Питу – это значит, чтобы убить, ну, желание ходить, благовестить зло Божие. Чтобы не, ну, благовестие, не хотим на благовестие. Как тонко подмечено. Про благовестие сказали. Что если в питу ужалить, то потом никуда не пойдешь благовестовать людям. А еще, ну, а если бы там было только про одну питу, а еще говорится, а оно будет поражать тебя в голову. Да, оно будет поражать тебя в голову, потому что ты не исполнишь то, что нужно. Мое представление. Ну, неправильное. Ясно. Толкование, пожалуйста. Ясно. Ну, толкование тут, наверное, понятно, что этот потомок, семя Адама, вот человеческое, оно уничтожит сатану. Ну, раздавить башку, это значит, все, конец тебе кранты. Все, не будет тебя вообще. То есть, сатана будет уничтожен. Но перед этим он будет жалить в питу это семя. Что значит в питу ужалить? Ужалить в питу, это поразить, да, человека, нанести рану, но не смертельную. Что и было с Господом Иисусом Христом. На кресте сатана его. Кажется, поразил, кажется. Но Господь через три дня воскрес из мертвых. Он был мертв. Он был мертв. Испоскрес. Ну, вот что значит ужалить в питу. Ужалить, не поразить, а ужалить. Однозначно не умертвить. Ну, да, однозначно. Нанести урон, но... Еще есть толкование, другое есть толкование. Вот в первые годы-то мы учили. Вот спросили. Давайте, давайте, говорите. Надежда Васильевна на вас ссылается. Расскажите толкование. Надежда Васильевна ссылается на ваши знания. Ну, давай. Ну, так ты... Благослови. Мы первые годы-то как толковали. Первые... Что это значит? Нельзя за прохладку считают. Ну, говорите. Ну, ну, что вы? Все же тут могут отвечать. Я как ведущий вас спрашиваю. Что вы туда стоит перекладываете? Игнат Тихонович нас спрашивает. Еще толкование второе такое, что это земные наши грехи вот эти. Ужалил. То есть притяжение к семье. И наша вот суетно-житейская жизнь, которая отвлекает от Бога человека. Это к человеку. Вот это вот как раз и жаль не впитут. То есть дьявол вот эти мирскими своими отвлекает человека от Божественного. Особенно молодежь, особенно в настоящее время, что делается. От вселенного. Уводит все. Уводит, да. Уводит дальше от всего Божественного, чтобы ему в сердце не попало это зерно. Ну вот три толкования уже привели. Благовестие, потом человеческое и об Иисусе Христе. Ну вообще может быть еще и больше толкований. Правильное бы всегда. Правильное? Я думаю, что это все они достойны своего места. Записывай, я помню, что это теперь. Ну а попутный вопрос. Если жаление в пяту не смертельно, вот как Галя заметила, то поражение в голову, ты говоришь, что это смертельно. То есть мы должны демона уничтожать просто каким образом? Не мы. Христос его уничтожит. Нет, ну это же к нам. Кто умеет правильно ходить? Что значит правильно ходить? Правильно ходить. Дефилировать. Я когда маленький Бэк, по скоростке, попала у меня книжка. Там все, как поднимать мешки большие. Я большие мешки вот так вот раз, все, горловина на колено. Потом другую ногу раз, и уже на плече. Ну такое можно, килограмм 70, там 80. А я слышала такое, что надо присесть, взять мешок, а потом вставать. Нет, 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 нет. Нет, нет, конечно. Если кто-то поможет, встать. Вот так вот делается. Это Третьяков рассказывал. Да, Третьяков. Так ему спина у него болит. Там рисунки обо всем. Вот так вот ставишь, наклоняешь, мешок-то такой на колено. И дальше я его поднимаю на колено, то он же встал здесь и сразу раз, и на плече. То есть вы ногу поднимаете? Да. Колено поддаю. Будешь жалить к пяту. Вот как ходить надо, рассказывай, Тарас. У тебя нога, можешь одну ногу разуть? Разуй. Да, сейчас? Да. Давай, давай. Сейчас ты вопрос создаешь, как еврей. Вот посмотрите внимательно, сейчас он показывал. Одну ногу, одну. Ну ладно, я рядом. Ну, видать, вот шагай вперед. Так, встань на ноги, а теперь шагай ту ногу. Ту-ту-ту, вперед. Так, что первое, кого еще касается его? Пят, пятая часть. Пятка, дальше перекатывается на эту. Второе снова, опять, глядя. Опять, раз. Опять пятка. В вилках? Да, конечно. В петух. Пята – это то, что первое, что обмерщается. То, что с миром. Мир, земля, прах. И вот тут тебя змей будет ловить. Притом я не считал нигде это. Я молился, я встал сам себе и стал посмотреть. И там в книге написано, самое больше всех ходят паштальоны. А я пасу короб и думаю, как же так паштальоны-то? Пастухи. Целый день на ногах. А что на ногах-то? Короба выиграл, короба пасутся, я лег или стою. А по этот, раньше-то не было на улице Ящиков, то он все время ходит и ходит паштальон. Перекатывается на пяту, перекатывается на носок. И вот змей тебя будет жарить. Когда он тебя ужарит? Когда ты соприкасаешься с землей. Когда нас тянет в мир. Когда мы увлекаемся мирским чем-то. И все, человек. А ты поражай его в голову. В голову – это самая идея движения, что создает ему голову. Самый центр бери. Вот я с ними беседую, мусульманами. Я им пример говорю. Человека взяли, арестовали за убийство. Ну вот сидит он теперь, утром казнят. Как ему теперь не быть убийцей? Оправданным. Ну Аллах милостивый. Ну Аллах может прощать? Ну да. Но на каком основании может? А то есть они свойства Божьи не знают. Бог не может прощать. Он простил бы Адама. Вот я говорю, Адам за севы. Дерево. Ну не знаем, дерево познания не брать. Какие плоды? Может были как гранаты, может как яблоки. Но один плод съели. Вот я бы был хозяин сада, и у меня были бы плоды. И пацаненок зашел бы. Так я ему сказал, да Тарасик, да давайте за пазуху наложу. Давай на подолбу так вот рубашку-то. Ты пойдешь там ливи и дашь всем. Ну что мне жалко, что тут. Один плод. У Бога что, убыло там или что? А они для еды нету. А дальше слушай. И смерть, как только он проглотил, смерть пошла по телу. Кровь взялась смертная. Кровяные тельцы, шарики, все смертное. Вода, рыба заплескалась мертвая. Все. И умерло уже. Умерло за этот плод. Больше 100 миллиардов людей. Подсчет показывает, сколько населения было. Вот Римская империя была, 300 миллионов всего в ней было. А это и Англия захвачена до Тусы. 100 миллиардов людей умерло за это яблоко, за этот плод. Ну не яблоко оно там. Как это может быть? А вот это Божье свойство. И уже у меня стихотворение написано. А в клыках тигра уже видели состроги. И уже рыба плескалась мертвая. Уже все. Весы и первые. Вот пытаются узнать, допустим, дальше Луны, наполовину к Солнцу. Ну а что там-то в этом пространстве-то? Оно, говорит, такое неразреженное. Там нормально, говорит. И отражается спектральным анализом, узнают. На земле примерно формалиновый, говорит. А формалин это то, где купаются мертвецы. Чтобы не гнил, его формалином накачивают. То есть отсюда я делаю вывод, что вся вселенная умерла. Галактики. Что-то отрывается стало, что-то исчезает. Мы не знаем силы греха. А поэтому Христос умер за грехи людей. И хватило бы этих миллион, этих вселенных, если было бы, и одни грешники. И жертвы Христа хватило бы искупить. Тем более, Павел говорит, он под Павел объясняет. Тем более. И тогда мы даже согласившись с первым, а дар Божий – жить вечно во Христе Иисусе. И поэтому мы верим. Но мы верим, он не умер. Это самая дьявольская ложь еще у гроба была. А его украли ученики. А сегодня, которые не признают. А мы признаем Иса пророк. И все. Сейчас ролик такой поставили. Перед там, который, кто он там в падишах. И вот впереди им стоят и задержали этого, который у них там Мула. И Мула говорит, и на Белазаре говорит, что Иса, он выше Магомета. Он больше его. И приводит места Писания. Доложили, он говорит, нашу веру уничтожает. Мы верим в Аллаха. А он говорит, и он и допрашивает. Я сейчас смотрел этот ролик. Ну, небольшими там, может быть, минут пять такие. И он опрашивает. Да, говорит, сура такая, а я такой, так и говорит. Так и говорит. Видишь как? Ну, а его что? Значит, отложили, ничего не сделали с ним. Но видно, что сам по дешах его тоже осудил. Не понравилось им. Я говорю, у вас общие где? Голову резать. Тут вы общие. На блуд все собрались здесь. В решетку эту, в рулетку собрались. А спасения не знаете? Я вам о спасении говорю. Как можно против спасения воевать? Вы мертвы и не понимаете, что Божье свойство не... Бог всемогущий. Правильно. Но всемогущий – это не наше понятие. Бог многое не может делать. Он не может. Он не может солгать. А как он солжет, когда он есть истина? Он не может солгать. Он не может хотеть солгать. И Бог не может нарушить слово данное. Он сказал, посажу на престоле старя Давида, и будет царствовать вечно. Так и идет. И хотя он согрешил, 88-й псалом, Господь говорит, накажу, но милости моей не отниму. А однажды сказал я, солгу ли, Давида, солгу ли? Ответ – никогда. Неужели нам грешить, что можно благодать? Павел говорит – никак. В английском языке стоит год побит. Вместо «никак» там написано – Бог запрещает. Бог запрещает так думать о Боге. И не зная Бога, поэтому туда колебуются все. Вот это мне в детстве никто не сказал. Как много бы я избежал жизни своей. Сколько бы ученикам в школе сказал, почему я не в баптистской семье родился. У Бога вымеренно. А родился бы сейчас еретиком был, сектантом. Я думаю, вот от грехов мы что получили, когда пришла вера, это вся искаженная, вся монашестая. Самое ценное – то, что священство пришло к нам. А остальное, и даже сейчас знают, сколько еретиков. А где молодежь меня спрашивает? Где молодежь? Вот эти вот твои, они не верят. Да, почему? Потому что они проповедуют, рассказывают, красочно. Женщина красивая и безрассудная, как? Золотое. А? Кольцо. Золотое кольцо? На стол свиньи. На стол свиньи. Она роет, она не понимает, что она. Вот так девушка красивая и безрассудная. То есть она куда попала, телом торгует. Это свинья. А золото она не оценила. Так ты знаешь за этим сколько? Я посмотрел, а проповедь говорит. Да молодой. Может быть, ты 25 ему. Баптист или кто? Хорошо раскрывает. Местами писание подтверждает. А ты книги Павла Иосифовича Рогозина посчитай. Меня судили за них? О проповеди Ярла Николаевича Пейсти. Ну, у нас разве скажет кто-то такое проповедь? Он вестки. Да, главное, берет. Сам протестант и берет. И Златоуст так сказал. И Прим Сирин так сказал. Радиокомментатор, радиопроповедник. Да, я знаю, православное хорошее. Но как-то все это... Право, не влево, не вправо. А Сергей, когда молится, уже молитву составил. Да, и Господь не укладите ни влево, ни вправо. Я сначала смеялся. А теперь дружу. Правильно, от истинного пути. Лево что такое? Это лево сектантство, а право наше православное парисейство. А что надо-то? Когда-то я, когда пришел к церкви, я думал научиться молиться. У меня первое было желание научиться молиться за едино умершего. Главное мое желание было. Родители будут умирать, а я отпою. Как это едино умершего? Книга, это написано, канон за едино умершего. Один когда умер. А за умершего, когда несколько. Я молюсь за всех родственников. Это у меня было желание, а Библию-то не знал. То есть, высшее спасение ничего не ставило. А спасение где? Что при жизни не спастись, это я тоже уже знал. Значит, где-то там. А я не мог понять, что не за смертью, а за смертью Христа. А сражений, когда-то его стали допрашивать, чтобы он сотрудничал. Ну я же, ты же офицер, он капитан был. Да, офицер. Ну почему же не хотите помочь, кто побеги готовит? Не могу. Не могу. Я христианин. Как христианин? Ну я уверовал. Я, говорит, первый раз в жизни спрятался за Христа. Не могу я это сделать. И его бить не стали, ничего. И поняли, крест поставили, но больше никогда не вызывать. Быть христианином. Это так нелегко. У меня стихотворение есть такое. Особенно в России. Хорошее дело быть верующим. Продолжим. С 34-й, 40-й стихи. Матфея, 22-я глава. А фарисея услышав, что он привел в Саддукеев молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему, Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим. Первое, заметьте, постольте. Вот первое, какая заповедь? Вот сейчас, когда заходят, кто бы не был, девчонка вот такая, в рулетке сразу, ну, как дела? А вы откуда? Все до одного. Русские там, кришнаиты, один зашел, буддист такой убежденный, с ним побеседовали, цыгане. А мы тоже Пасху справляем. Я говорю, как? А яйца, пироги пекут. А как же им сказать-то? Они же продают на то. Я говорю, а Христос кто такой? Они друг на друга сыгают. Молодежь, знаете. Я говорю, знаете, а Христос наркотиками не торговал. Они меня сразу вытянули. Я не сказал на них-то, просто вы же Христос поклоняетесь-то. А эти-то, когда заходят, я всем говорю, зачем вам мусульманин здесь? А то, что вам разрешено иметь четыре жены, но за всех надо калу им платить. Калу им платить. А то ты в рулетку пришел, сорок четыре, голые бесплатно. Ха-ха-ха сидят. Вы нас раскусили как. Ну, понятно, что такое. Раскушенный. С Богом. Все по-другому выглядит. Сияя есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюбит ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждаются весь закон и пророки. С пророка на соединился вместе. Не трожьте, не задевайте. Слышишь? Никак нельзя. Сны небесные сняться. У баптистов в Новосибирске один вышел в проповедник. Ну, в зале-то видно, они сидят, бабки там прикорнули. Ну, старые люди, тут сердце слабо бьется. Братья и сестры, сидите тихо, не шевелитесь. Дорогие наши братья и сестры, старецы, устали. Всю ночь за нас молились, чтобы проповеди были. А они спят, потом в голосках. Что? Нажрались жирного, пришли спать сюда. Сестры. Нажрались, пришли спать сюда. Ну, а так нам относятся. Надо взять на арсенал. А что их разве едят? Конечно. Так, не забыть, картошку вытащить. На улицу вытащить, или мешки вытащить. Я так разбазарю ее. Так, не забывайте, морковка. Сколько осталось там? Кому надо щаснохой, и луку, луку. У меня луку лишнее осталось. Не забыли. Да еще вам долго лук только ешьте. Да. Ну, туда в деревню все отослать. Нет, тут кушайте, а потом еще... В деревню же нет. И в деревню увезете, а почему нет-то? Так, братья, 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 давайте оторвем пету от браха землага, и я продолжу, а? Давай. Я все тебе же говорил, это люди совсем глупые, которые с нашим трибуном пытаются силу померить. Я их сразу в разряд называю на Б. Который очень-очень устал, у него слабый голос, и никто-то его не слышит. Но все всегда говорят, а ты что на нас орешь? Я, говорит, сплю, но сердце мое бодрствует. Я говорю, ты откуда взял? Песни в песне написаны. Я посмотрел, ну правда. Ты не глядишь, что я сплю. У меня меч, рука на мече, на рукояти на песне лежит в то время. Спросоня как махнул по кругу. Я за компьютером-то заснул, носом как плюл в клавиатуру-то, разбил до крови. Ничего себе. Все, больше никак. И опять печатал, во время печатания, во время слова до половины, теперь вижу, что-то у меня напечатано-то было. И уснулся, и опять как-то, трахнулся головой. Больно так. Давай бумажками заклеивать. Вам нужно специальную клавиатуру заказать, увидите. Мякарную. Сегодня, допустим, я встал пол второго. Пол второго уже. А у вас сколько спать, Леонид? Ну понимаешь, никак нельзя. Мне надо очистить, что сквержа какая написана. Пол первого. Ты же мне звонила, там тот, а тот печатает. Я должен найти и убрать. Так, молитесь об Алексее шахматовой. Любить Бога должно не от счастья, а нужно всецело предать себя Ему. Это первая и большая заповедь, научающая нас благочестию. Другая, подобная ей, состоит в том, чтобы оказывать справедливость и любить всех людей. Так как две причины ведут к погибели. Злые учения и растленная жизнь. То, чтобы нам не впасть в нечестивое учение, должно любить Бога всею душою. А что, предохранить себя от растленной жизни, должно любить ближнего. ибо кто любит ближнего, тот исполняет все заповеди. А исполняющий все заповеди любит Бога. Так что, обе эти заповеди взаимно связываются, одна другую поддерживаются и обнимают собою все прочие заповеди. Кто, любя Бога и ближнего, станет красть или помнить зло, или прелюбодействовать, или убивать. Понимаете, самое одно дело есть такое, в котором не исповедуют священники, а это дело, которое человек не делает, нарушает первые, вторые заповеди. Благовестие. Радостная весть о Христе. Священник исповедует так. Ты Евангелие считал, сегодня что считал? Ты ходил, проповедовал, не проповедовал? Отложи исповеди. Придешь в другой раз. Просто поставить так, но это надо было две тысячи лет назад еще ставить. Ничего нету, стоят. А что я знаю? Я причащалась, а что такое? Понятия не имею. Ой, мне что-то в рот попало, она думала, да, вино, крошка. Ой, что-то мне в рот попало, прямо под причащей. Это не как-то где-то, а это пишет Сергей Бурдин, диакон. Хочу, Игнатий Иванович, немного вас дополнить еще две тысячи лет назад, как стоит этот священник, и задает вопрос, ему отвечают. Первая душа отвечает так, вторая отвечает, ну, что не проповедовала. Третья душа отвечает так, четвертая. и он чувствует, что все уже так отвечают. он складывает свою ряску, священник, и говорит, за руку берет одного, бери там других за руку ты. Взяли с цепочкой, пошли за мной. Вышел и повел всех в ресталище в разные, по изгородям и заборам. И теперь сказал, давайте со мной вместе начнем проповедовать. так они не показали где-то примеры-то, и вот и все, отсюда пошло. По-другому никак рыба гнеет с головы. Ну, не может так быть, что священник такой прям весь проповедник, а все сидят, такая паства, и смотрят на него, и говорят, мы любим смотреть на три вещи в этой жизни постоянно. Как течет вода, горит огонь, и проповедует наш отец Лаврентий. Примерно. Но не могло такого быть. А все началось с того, что когда-то священник почесал свой живот и понял, что не надо ему никуда идти, пойду есть пирожки. И все, с этого началось. А в семинарии, когда учат, не учат их проповедовать? Игнати Ильич, учат, учат, учат. Конечно, учат. Дети, как проще, но как? Да, вот о чем. Лучше бы они ничего не проповедовали. Они вот на нас, которые пишут, это мы. То есть готовят инквизиторов, притом тех, которым сдачи никто ничего не сделает. Инквизитор рискует многим. И он начинает рассуждать о невидимых вещах. Первым делом он уже, откуда и Дух Святой исходит от отца или от сына. На проповеди человеку это зачем? Такой вопрос решать надо так, что против ничего не говорится, говорить. А как? А вот как у нас написано? То и другое действительно. Игнати Ильич, вопрос у меня вот к вам о монахах, там обо всем этом деле. Вот, допустим, икона троеручица, Иоанн Дамаскин. отрубает ему там руку. А почему отрубает ему руку персидский этот? За измену. Якобы за измену. Подметное письмо. Да, что он писал подметное. Да, что Марк Дамаска, ему поступило известие, что он скутил голос с врагами. С какими врагами опять же? Ну, персы какие. Персы нападали. Нет, это он у персидского. А, да, он у персидского. Да, то есть христиане должны были на персов напасть, а персы, персы, они были не мусульмане. Понятно? Еще пока. То есть христианский проповедник, ну, пропадим, на Марк там он был, он жил у этого персидского падишаха как советник при дворце. Ну, что ему не хватало рассказать-то о христе-то? Я понять не могу. Ну, были они там в Персии, значит. Вы говорите, где они там были в Персии? Ну, перед тем, как Персия была захвачена, христиане-то были во всей Персии и были. Это потом там персы захватили, и язычество там восхождествовало. До этого-то там был Рим, Рим был, Рим. Римские владения были, ну, до середины Персии, 100%. Армения там христианство приняла в 299 году или в 305, точно никто не знает, Тигран этот и так далее. Уже были там христиане, были, ну, куда дальше-то все делись. Вот в чем смысл-то весь. Что, все в монахи ушли? Не проповедовали. Ну, значит, кто-то начал первый не проповедовать. Апостолы показали, на кресте все умерли, как один. Убивали везде стрелами и так далее. Как в Артоломее там, Андрея распяли, это Андрейский флаг, помните? И так далее. Ну, с чего-то все началось. То ли Господь попускает нам за... То ли еще, непонятно. Опять же написано, препятствий нет, никто не заградит. Ну, хотя бы между собой. Даже сейчас, которые на вопросы отвечают, там, на один, там, проповедник Смирнов, о Христе это меньше всего в голове. И сам это никто не идет. Ну, что ты думаешь, он пойдет? Да, он куда пойдет-то? Меня спрашивали, а вы не взяли бы с собой такого-то там? Ну, у него почти 170 килограмм весу. Я говорю, куда это полмашины займет? Куда я его потащу? Я в ощупь их наложу. Ты подумал о ком? 170? Ну, Смирнов, не меньше. Это об Андрея Кураеву меня спрашивали, взяли бы его с собой в парень. 170 у него нет. Там такие... Он сейчас еще намного больше. Да? Я не видел его в последние дни. Ну, пишут мне. Я не против, но мне вес лишний нельзя. Лишних килограмм картошки мы вывешали на Кантере, когда поехали. Посчитал, сколько дней, сколько мы будем, сколько с собой взять морковки, сколько луку. И все вывешивал. Смотрел не больше 770 килограмм. Но мы взяли 1200. Но ясно дело, что... А, ну-да, ну-да. Рисор, в другую сторону. В любом геле, везде, надо конечную цель. Я делаю это для Бога. Вера отслышания. А вам кто разрешил проповедовать? Да, Кристос послал. Да, вы самочинно все делаете. Вы еретик. Ну, какой еретик-то? Я о Боге говорю. Нет, это никто попал. Шестое Вселенское правило. Это Вселенский собор, 19 правило, гласит. Я узнал это. Толкование святых от... И под каким видом? Вот, присядь сюда. Мы где-то в каком-то месте за границей. И у кого бы я спрашивал, говорить, не говорить. Мы в Испании. Я всегда думал, как у Бога все вымерено. Я никогда не думал, буду в Португалии. В Португалии еще дальше. И меня никто не знает. И туда приезжает за два года до нас, отец Геннадий Пастер, обо мне говорит, и фамилию, имя называется. Одна церковушка, без с собой. Одна церковушка. И он заранее говорит, и говорит. И когда мы приехали, а там сразу с той стороны, ну где, там как ее называют, при алтаре там. Ага. При творчестве. Ну, маленький, как там бурочек такой есть. Вот. Вышел такой солидный человек, а кто вы будете? Я из России, мы откуда, из России. А кто вы будете? Лапкин. Лапкин. Он сразу раз назад и священнику сказал, как он Геннадий-то рассказывал, через кого обратился, так он сам приехал к нам-то. А они мигом мне запивку там просто вытаскивают. Сейчас только съешься, сейчас выходите, я о вас буду говорить. И тарелку там рядом поставим, скажем, ложитесь сюда на дорогу людям. И пока мы садим. А Витя там сзади снимает. И как люди подходят, и дальше как мы книги там начали. И Вите Европа понравилась. Ну, все, все. Но главное, что заранее, понимаешь, заранее. Это нельзя. Вот сейчас попробуй, Николай, включи, но выдвини куда. А он поехал. И он, как бы не он, то у нас поехал Тонецким, дальнобойщик. Еще кто мог поехать, Николай Пальгуев. Ну, именно этот поехал. Особенно, вот, мы с собой едем, трасса. И вдруг Николай сидит, и вправо руль заворачивает. Я говорю, а что ты делаешь? А что? Ну, куда трасса-то съезжаешь, тут переулок какой-то. Не знаю. Ты хоть раз был здесь, нет, адрес есть какой-то. Ну, зачем ты завернул вправо-то? У него в руках, тут ангел руку берет ему и вправо. Смотрите, чтобы этот птичий-то не упал. Птичий. Не знаю. Направо сидят три пожилых человека. Николай тормозит. Выходим. И среди них один, и среди троих. Трое-то видно, двое уже старенькие, а этот, ну, лет, может, 50 с лишним, так, мужчина, плотный такой. У него с собой собака. Он потом нас спросил, у вас какая собака? Кобель. У меня тоже кобель, видосафор. Мощный. Ну, и с этим вначале разговаривает, а он по-английски говорит раздельно слова. Ну, просто прекрасно, все понятно. Давай спрашивай. Он знает, где церковь православная. Требуется 20 евро ему туда-сюда проехать. Тут же разменять надо. И как раз у них деньги есть. А у нас по 500, а 500 евро в одной бумажке. Ее нигде не меняют. Боятся. Большой обман. А этот посмотрел и пошел. Он богатенький такой, который с нами разговаривает. А я ему не даю. Он принес, когда он 500 на счетах, туда ему отдал свою бумажку. Я еще тут боюсь, как бы. А дальше в машину и поехали. И там все один к одному. И как мы вышли, как книги разложить, как люди покупают. Вам что-то с собой надо. Да нам еще надо. Помидоры побежали. Помидоры не рвут, а обрезают полностью. Веску. Стебельки. И они висят, дозревают на этом. Ну, у них помидоры, только в бильярд играть. Мощные, да? Круглые, тверные, толстые. Ни соку, ничего нет. Разве сравнишь с нашими, салтайскими-то? Конечно. Это возьмешь тает. Бывче сердце, особенно вот это. А еще гигант есть сейчас. Ну, они купили нам эти связки. Перестали, даже западом кормить. Мы торопились очень сильно. У нас виза заканчивается. Все у Бога выберено прям до одного грамма везде. Игнат Ильич, подождите, сейчас и продолжите. Так, о чем сейчас говорит Игнат Ильич? Рассказывается о путешествии. Каком путешествии? Гуливера? О проповеди. О проповеди. О благовестии. Правильно. Так, к чему это мы все тут рассказывает он? И мы тут смеемся там, и нам радостно. К чему? К чему? Чтобы после занятий пойти пирожки дома трескать. Так, слушайте внимательно. Я вам напомню. Нужно исполнить две заповеди. И одна дополняет другую. Одна больше, но они равные. Какие заповеди? Ужные, общая сердце. Вон, пускай. Говори, пустырь. Возлюбить Бога и возлюбить ближнего. Вот, возлюбить. Сейчас Игнат Ильич рассказывает, как нужно любить Бога через любовь к ближнему. Все, продолжайте. проповедь. Вот мы здесь затеяли. Надо машина новая, новая, с иголочки завода Газель грузопассажирская. Глушков наставить. И все его поддержат, они меня. Я говорю, не надо, чужие руки отдавать. Ну, как это? Ну, сами там будете. А вон у нас у нас задружены книгами. Теперь там дали бы огромный ящик, мы туда все разгружаем, а они начинают что-то там у нее немножко. Я говорю, ну, немножко, зачем ее все-то разбирать-то? И они как разобрали ее. Да ладно, я пошел к начальнику, начальнику начал проповедовать, говорить, там, книгу подарил, и он расположился. Он тогда заставил собрать, какие детали там они выбросили, опять поставить, и поставили наш учет. Мы только выехали, звонят, звонят, видимо, над ними выше, которые, так, вы в таком сервисе были, машина, так, нам нужно какой отклик выдадить? Я говорю, самый наихудший. Обманщики. Они машину испортили. Мы выехали, до Алтайки доехали, пока заходили там куда-то, выше, а там под машиной масло уже с чашку вытекло. То есть, они там прокладки или что-то убрали, пьяницы сидят. Плати, он будет, а там у нас бесплатно надо делать, с магазина машина-то. Ну, я вам это все сказал. Теперь думай, я думаю, вот так, чтобы звонили, узнавали, это Господь делает. Я ему раза два говорил, книгу подарил. И он прямо мастер пошел, как начал их, они прям забегали там. Все. Проповедь. Проповедь везде пробивала дорогу. Ну, и мы ее подтверждали чем-то. Вы помните президента Иглычка-то? Когда он вышел, он тут прям до того стрелять охота, я вышел в схемоту, как сдал очередь и сразу утром встал, а там лежит один махабит мертвый, он с ним подкрался-то. А у него почему? О, главное, говорит, автомат, автомат и интуиция. А так как бы генерал Ельцина играет Табаков Олег. Да, да, и интуиция. Вот здесь точно так же. Как бы Ельцина, но это не Ельцин, сто процентов. Проповедуешь, и вдруг Господь это кладет. Вот мы начали молиться по интернету, и вдруг мы вышли на это дело. смотрит наши ролики. И такой отзыв, вот дважды его спрашивали обо мне, он говорит, я тоже его ученик. Тоже его ученик на меня. Андрей Кураев, это сильно сдвигает людей, а там у него людей много, много-много. У меня 34 миллиона просмотров, а у него 36, даже больше. Вот такая, брат, история. У Бога все вымерено. Я еще ничего не знаю, а уже дым идет. Я сейчас собираю дым. Вот так. Так, ну, все, наверное, молиться надо. Да. Народ надо распускать по домам с мира в Божьем. Беспотный, непрестный, непрестный. Достойно есть окола истину вложить эти в Огородицу присоблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего честнейшую Херувин и славнейшую без сравнения сиротим. Без истинения Бога Слово Родшую сущую Богородицу Тя величаем. Да, Ваша Игнафилович. Валяра, помолись слух. Давайте. Хочешь помолиться? Несколько. А почему, разве женщины не могут у нас молиться? Почему не могут-то могут? Степан, молись. Отец Святой, первичный Боже, от Которого исходит всякий мир и всякое благо. Благодарим Тебя за это собрание, за это занятие, которое мы провели здесь. Благодарим Тебя за то, что Ты дал нам такие откровения через наших братьев. Они, Господи, заботятся о спасении наших душ. Помоги им, Господи, прийти к Тебе, Господи, чтобы они были приняты Тобой и посели их вместе хорошим, Господи. Не оставь милости, Господи, всех нас, сестер и братьев. Помоги нам, Господи, сохрани нас на этом пути, который еще нам всем остался. Помоги исполнить волю Твою Святой, Господи, ходить на благовестие, рассказывать людям, любить ближнего, иметь терпение, смирение, кротость, воздержание, любить Главное, пошли нам Духа любви Твоего, Господи, Твоей, Твоего, Господи. Помоги нам, сохрани нас в этом жизненном попыще. Сколько нам еще осталось Тебе слава в веки, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Господи, Боже наш, прими нашу молитву воздеяния рук, как жертву вечерней благолухания, приятной перед престолом благодати Твоей. Услыши нашу молитву, Господи, и соедини ее с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле, о всемогущий Создатель. Прими молитву всех молящихся о нас во благо нам и исполни ее. Любящий наш Отец Небесный, мы просим во имя Иисуса Христа, услыши и прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй, и устрой предстоящую встречу, если это от Тебя. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушай и дослыши трапой. Господи, Боже мой, прости, послыши. Аминь. Богу славы. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос.